В вылистых озёрах и реках Америки скрывается ещё одна огромная рыба – полоскоголовый сом. Эти пресноводные громадины достигают поистине огромных размеров. Некоторые особи достигают более 5 футов в длину, а их вес часто превышает 120 фунтов. Это агрессивные хищники. Когда же настаёт время откладывать икру, они находят самые укромные и сокрытые места, а затем рьяно охраняют икринки от любой возможной угрозы. За ним есть ещё один. Эта группа рыбаков любит ловить плоскоголовых сомов не удилищем, а голыми руками и высоким болевым порогом. Такая ловля сомов является одной из самых экстремальных, и наживкой при этом выступает человек. Когда говоришь с людьми об этом, они считают, что ты спятил. Ли Макфарлин – рыбак. А для меня это самый простой способ рыбной ловли. Тебе не надо ни удилища, ни лески. Только залезай в воду. В этом методе рыбалки используют в качестве приманки собственные руки, надеясь, что охраняющий свою икрусом отнесётся к ним, как к угрозе, и укусит за руку. В этот момент рыбак хватает рыбу за челюсть или за жаброй и вытаскивает её из воды. Джерри Райдер, рыбак. Когда ловишь рыбу вот так, в реке, ты как будто теряешь все человеческие инстинкты и приобретаешь животные, а иначе нельзя, или можешь получить серьёзные травмы. Это самые успешные ловцы в Оклахоме. Они настоящие чемпионы и знают, как найти убежище сама. Немногие могут сделать то, что делает Мэй. Наш метод вымирает. Хотя у этих рыбин не очень большие зубы, их много. Они как жёсткая наждачная бумага и могут серьёзно повредить кожу. Здесь не то, что в обычной рыбалке. Постоянно бывают травмы, раны, даже кровь идёт. При этом в толще воды рыбаков подстерегают и другие опасности. Черепахи, бобры, змей, которые тоже не хотят, чтобы их беспокоили. Свидетельством таких неприятных столкновений служат многочисленные шрамы. Меня кусали черепахи, андатры, скорпионы. Похоже, что всем хочется меня укусить. Только вот мне этого не хочется. Но шрамы – это честь для рыбаков. Любой охотник на огромных рыб скажет, что ожидание неожиданного является важной частью охоты на громадин. Больше всего мне нравится тот трепет, который вызывает охота. Никогда не знаешь, кого найдёшь там внизу, пока не схватишь его руками. Думаю, он весит почти 40 фунтов. Когда поймаешь рыбу, тебя охватывает волнение, присущее только охотнику. Я собираюсь ловить рыбу этим методом до самой смерти, даже если именно это и убьёт меня.